Скажите, пожалуйста, что перевешивает, хорошо исполненный четверной сальков или не очень удачно исполненный попытка тройного акселя? Конечно, не очень удачная попытка акселя. На тренировках получался этот каскад? Конечно, я делаю стабильно, просто сейчас немного переволновалась. А из-за чего переволновались, если не секрет? Ну, это мои первые старты, такие, ну, как Ленинградская Россия, да, серьезная. А, значит, волнение, оно когда приходит, когда начинаете кататься? Или же все-таки вот в головке что-то сидит, в голове, извините, что-то сидит еще с самого утра? Ну, с самого утра после тренировки все было хорошо. Ну, вот сейчас как раз после разминки переволновалась, да. Переволновались, да. Как вам это пираткой быть захватывает на абордаж соперничество? Нравится. Нравится? Да. А короткая программа вам тоже нравится, вот под песню? Да, очень нравится. А скажите, пожалуйста, вы выросли вообще в эпоху мобильных телефонов. Знаете, что такое переждать трех человек у автомата? Нет. Даже я не знаю. Да. Даже я не знаю. Телефонная будка. Телефонная будка. Так, знаете, раньше звонили в телефонные будки, и там стояла очередь. И нужно было подождать, пока три человека позвонили. То есть у тебя не было телефона? Думаю, у тебя не было. Ты выходил на улицу, заходил в телефонную будку. Если там кто-то был, ты становился в очередь. Что бы позвонить? Ну, вам это уже не грозит. Вы, похоже, не люди. Лефона такого не будет. А вот раз изучали программу «Пираты Крепского моря», может, смотрели? Затем, как другие фигуристы ее катались, очень популярные. Ну, к примеру, Хавьер Фернандес катал много ее. Да, я смотрела, пересматривала, и мне понравилось очень. А фильмы сами смотрела? Смотрела фильмы. Кем себя видишь, может, героем из фильма? Я... Там девушка была. Кира Найтли. Кира Найтли. Вот, я ее катаю. То есть так ожидаешь своего молодого человека, да, который ушел в море? Нет. Не знаю. Сама пиратка, как кого хочет заходить. Там она стала... Она стала королевой пиратой. Да, королевой пиратой. Потом в конце она ждала... Ну, вот это я никогда не знаю. Ну, как прокат, как оценишь? Как выступишь? Ну, оцениваю лучше, чем все остальные прокаты, которые у меня были. Потому что я впервые выехала в два четвертых группы. Да. Вот. И уехала в программу и вообще думала, что это какой-то сон. Вот. Потом не думала, что будет так тяжело ехать в вторую половину. Очень сильно устала. Вот после двух тулупов. И... Ну, там уже были помарки. Вот. Это так, в целом, неплохо. На тренировках у тебя получалось выкатывать два тулупа? Да. Еще вот были сомнения. И очень обидно было, что на тренировках катаю, а на стартах не могу сделать. Данил Маркович и Сергеем Викторовичем что сказали после прокаты? Довольны? Да, сказали, что наконец-то. Вот. Сказали, что во второй половине немного баллов потеряла. Ну, это само собой. Ну, будем работать дальше. Ну, тулупы все добило наконец-таки? Дальше какие планы? Есть уже какие-то мысли на первой фольт-рассе? Ну, вот четверной рейтбергер. О! Глядя на отель в петросян? Ну, да. Были даже попытки на выезд. Вот. Но пока после Нового года я сделала ставку на тулуп. Не стала его пока пробить. А вообще как часто пересекаешься со старшей группой? Ну, достаточно часто. Потому что у нас такие расписания, что у нас идет сразу после НИК. Остаешься, получается, посидеть, посмотреть, да? Нет, наоборот, не сначала. Вот. И как мотивирует тебя? Ну, конечно. Сейчас был чемпионат Европы. Там все девочки. Смотрели всей школы. Да. Все болели. Они еще по-моему одет. Канила, Саша, все молодцы. Олимпиаду ждешь, будет интересно посмотреть. Конечно. Ну, что случилось с лучшим-то? Ну, все же хорошо шло. Ну, не хватило силы. Так, выложилось на первых двух акселях? Ну, да. Другие были прицеливания проблемы. Вот. Ну, так получилось. Что случилось-то? Болело. Болело? Да. Сильно? Как-то сбилась, получается, подготовка, да? Немного, да. Сколько не тренировалась или не в полном объеме тренировалась? Ну, это секретно. Ну, оставалось три дня до соревнований. За три дня подготовилась? А почему решили короткую программу тогда хотя бы не упрощать, чтобы точно выкатала? Нельзя сдаваться. Если уж накатали на это, значит, так не было. Ну, вот с учетом всех обстоятельств, наверное, не самый плохой результат. Или все равно объемный? Ну, надо работать дальше и идти вперед, не сдаваться. Это, вероятно, последний Нью-Йоркский год или не задумываешься о этом пока? Не задумываюсь. То есть, ну, насколько это для тебя важно вот это получить Нью-Йоркский опыт, скататься в Нью-Йоркске, чем? Ну, для каждого спортсмена в Северной войне это важно, несмотря на какой это уровень, все равно очень интересно и важно. Может ли это стать каким-то фактором, аргументом, чтобы задержаться на будущий год? Я думаю, что нет. Ну, твой результат на чемпионате России, он как-то тебе придал, может быть, мотивации работать еще больше? Потому что, знаете, в России ты себя очень хорошо показала. Цель войны для меня не зависит, мотивация. Для меня это просто желание работать больше и все. И следить за таймером, это самое главное. Ты теперь, кстати, обращаешь внимание на время после России? Да. Ну, пока что ты два раза уже справилась. Надеюсь, больше такого не останется. Но это было бы тоже. Ну, обидно вообще было в тот момент, когда чуть поменялся результат. Ну, я старалась не задумываться об этом, больше настраиваться на производную программу. Вот так. Как оценишь свой прокат сегодня? Плохо, что сказать. Не пошло по плану с самого начала проката. Будем дальше исправить свои ошибки. Показалось, что ты была прям очень взволнована перед стартом. Как будто ты никогда не была такой взволнованной. Действительно так? Да, было, потому что не получалось. Наши 7-минутки многое. Поэтому просто существовало некоторое волнение. Поэтому отказались от четверного тулупа, ты утром каталась с ним вместе? Ну, просто я уже... Не было смысла дальше на него идти. Почему? Потому что у меня был первый ритбергер вступал, это второй я упала. Идти дальше пробовать еще четверной тулуп было еще более рискованно. А физике, да, было, наверное, не очень? Да нет, не физически, а просто, чтобы не терять баллы, не пытаться что-то еще попробовать. А вот если сравнить ваше выступление здесь и в Санкт-Петербурге... Ну, не сравнится. А в чем разница? В Санкт-Петербурге я откатала чисто, мне очень сама понравилась. Здесь я откатала довольно плохо. А это из-за того, что в Питере как бы никуда не надо было отбираться? Да нет, не из-за этого. Просто в Санкт-Петербурге как-то было более мне комфортнее, что-то, не знаю. Ну, просто там получилось сразу первый четверный ритбергер. И на шестимутке я там все делала, было более, мне кажется, спокойнее, чем здесь даже. То, что в юбилейном была Этери Георгиевна, каким-то образом сказывалось на прокате? Конечно, Этери Георгиевна нам всем очень помогает своим взглядом, и она держит нас как будто бы... Ну, и я откатала плохо не из-за того, что здесь Этери Георгиевна не было. А как ты вообще задумываешься о том, что... Ну, и даже до соревнований еще думала о том, что делать дальше, там, с последующим сезоном или пока... Пока нет. А насколько для тебя важно полноценный юниорский опыт получить, включая юниорский ЧМ? Ну, может ли это каким-то фактором быть принятие решения? Вчера спрашивали про этот юниорский... Ну, ничего прям такого сверхъестественного и очень накладывающего ответственности я не чувствую пока что. Нет, я к тому, что будет ли для тебя каким-то желанием задержаться по юниорам, чтобы у них съездить, включая... Не знаю, не знаю. Ну, как? Как тебе? Почему вообще, кстати говоря, что случилось-то вообще? Два падения? Это что такое? Я не знаю, что-то совсем не это. Луз, причем, был нормальный, то есть там никакой... Ну, абсолютно даже достаточно ровный он был. Накрученный повторный. Да, и хорошее по приземлению. Ну, в принципе, бывает прыжок в летаж, понимаешь, что вот сейчас я его сделаю. Я, в принципе, Луз тоже как-то, ну, уже летела и знала. А Сальхов совсем не попал в толчок, там вообще полоборота такое падение получилось. Из-за двух падений не пошла на Рейдбергер в итоге, да? Нет, мы перед прокатом, даже перед шестиминутной разминкой, я уже Рейдбергер не разминала, потому что решили, что поедем только Луз и Сальхов. Это после утренней тренировки было принято такое решение? Да, 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 после утренней. Но на утренней тренировке-то Рейдбергер как раз был нормальный. Да, ну, там по состоянию смотрели, потом Сергей Миша там посчитал, рассчитал, все, поэтому я решил, что поедем с двумя. А стратегия с тремя разными четверными, насколько она удобная в том плане, что обычно, ну, более понятно два одинаковых прыжка прыгать? Или тебе без разницы? Ну, каждый прыжок, если ты его умеешь делать, он, в принципе, удобный, то есть умеет делать все технично, и ты, как бы, каждый прыжок для тебя будет легким. Вот, а просто, ну, не знаю, мы решили три-четыре, но для меня, может быть, даже и легче, когда разнообразие. Но нет риска по втору идти, да, при потере костей? Где волновалась больше, здесь или в Питере? Не знаю, я, ну, я вот говорила, я, то есть, ну, толком так-то не волнуюсь, то есть, я, можно сказать, более просто сконцентрирована на каких-то стартах, ну, и там, и там была большая концентрация, то есть, было две разных задачи тут сделать все, мой максимум на данный момент, вот, а там просто вот показать себя, какая есть, то есть, там были взрослые, и, как бы, мы отдельным планом, вот, ну, здесь, наверное, я была больше сконцентрирована. А вы ощущаете уже себя взрослой, готовой? Ну, хотелось бы ощущать, вот, ну, пока что точно не могу, потому что все-таки пока что я в юниорах. Суфья, а вот тут многие журналисты подают в юниорский чемпионат, как противостояние Плющенко против Тутберидзе, а вот какой человек со стороны относится к такому вот определению? Плющенко против Тутберидзе? Да, ну, школа Плющенко против школы Тутберидзе, а вот как вам, не отдельно? Вы меня прям на компроматный вопрос задаете. Они называются провокационные, да. Я не знаю. Сот, вы можете не отвечать, это просто... Нет, я за Давыдова, и все. Нет, это получается... За ЦСКА, да? Да. Смотри, пока две силы бьются между собой, можно же третьим выйти спокойно, мимо драки. Ну, вроде как не конфликтуем, Сергеемыч, так, слушаем скандалы эти, прикалываемся над этим. Вот, а так, ну, как-то... Не обидно, что вам такое меньшее внимание, можно сказать, уделяют? Нет, наоборот, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Тише, пока остальные спорят, ты свою дорогу прокладываешь. Слушай, я всегда хотела тебя спросить, у тебя одним из спонсоров это ПК-транспортные системы. Да. Я знаю компанию, которая делает трамвай, троллейбус. Как так еще получилось? Ну, у меня есть хороший друг на катке, и у него папа, папа, мама этого друга болеют очень за меня, и мы с ними связь хорошую поддерживаем. Вот, поэтому он как-то решил, предложил, то есть давайте мы вам будем помогать. Мы, конечно, согласились, вот, я, в общем, их тоже представляю. А вот этот контракт, он требует, допустим, участия в главных акциях, чтобы вы водили трамвай, троллейбусы? Да. Ждем за рулем. Если мне было 18, то да. А вообще интересуешься как там у железнодорожной темы? Ну, не особо, то есть я просматриваю, там, понятно, ленту, вот, как-то там могу посмотреть, ну, так, чтобы прям фанатизм от этого, ну, нет. Ну, если у нас русская ракета, будет русский трамвай. Будешь ли ты на юниорском мире в первую очередь пытаться именно Риттбергер сделать, чтобы его засчитали? Думаю, да. То есть в следующий раз, если встанет вопрос, когда убирать, какой четверной убирать, это будет точно не Риттбергер? Ну, все равно я сейчас точно не могу сказать, вот, допустим, до сегодняшней утренировки я была уверена, что я смогу пойти на три прыжка. Вот сегодня чуть как-то не так проснулась, не с той ноги встала и решила, что все-таки пойдем сдувное. Смотри, там отелей, я так понимаю, не будет, и получается у тебя шанс все-таки первой в истории стать. Ну, я буду стараться. Как тебе выступление? Не очень довольна своим прокатом, потому что была такая очень грубая ошибка, которую я никогда вообще не допускала ни разу в жизни. Буду над ней работать, чтобы больше такого не было, потому что все-таки очень обидно, что... Ну, то есть я и не упала, и не выехала, просто как бы не зашла даже, то есть не боролась. И это неправильно. А почему, да, что случилось с этим тулупом? Возможно, из-за того, что тренировала его меньше, чем нужно, еще также не повторила на... Ну, прям перед прокатом, скорее всего, это сказалось. Вот. Буду повторять и больше не буду запускать ее. Дополнительное волнение какое-то было, ну, с учетом того, что это отборный юниорский мир все-таки? Ну, волнение было как обычно, в принципе, как и перед каждым прокатом, старалась с ним справиться, но немножечко так трясло почему-то, даже не из-за того, что отборали, там, даже не знаю, с чем это было связано. Ну, просто бывает меньше волнуешься, бывает больше где-то волнуешься, но в целом нужно учиться с этим справляться, вот, и набираться опыта. Первенство России такой коварный турнир, очень сложный, конкурентный, и не так много людей, кто смог его выиграть два раза подряд. Насколько ты ощущаешь, действительно, достижение серьезное? Конечно, очень рада, что получилось защитить этот титул, а как это назвать? Нет, ну, это титул чемпионки России среди юниоров. Титул звания России. А значит, и мир. Вот, ну, очень рада, что получилось добраться на чемпионат мира среди юниоров, прежде всего, очень этому рада. Вот, очень интересно там будет выступить, потому что это новый этап в моей жизни, вот. Ну, не знаю. Софа, а вот, Саня, скажи, пожалуйста, вот Софа самоделкина говорила, да, что, когда она видит статьи о себе в формате «Одна из лучших юниоров страны», она очень сильно злится. Ты как к этому относишься, к подобным сравнениям заявлений? Чаще всего не смотрю какие-то там сайты, вот. Ну, стараюсь никак на это не реагировать, потому что, ну, как это может на меня влиять, даже другие люди пишут. Вот, ну, не злюсь, ничего. Ну, просто есть и все, я работаю дальше. Но сама себя ощущаешь одним из лидеров сборной? Ну, скорее нет, потому что очень много еще работы. До лучшей юниорки мне нужно еще долго идти. Доказать это в Софии, да, наверное? Ну, да, буду основательно готовиться. А вот ты говоришь вообще, что очень расстраиваешься от меня соревнований, там, про ФГП ты говорила. А в прошлом году сильно расстроилась, когда вот ИСУ решили не проводить ЮЧМ, хотя вроде бы другие все равно не проводили. Я же не должна была выступать, то есть я по возрасту не проходила, поэтому меня это никак не выбило, ничего. Потому что меня, я как бы в любом случае этого не важна. А ты в прошлом году не успевала бы, да, еще? Ну, да, мне все время, помню, хватило. Сейчас, да, ЮЧМ еще будут какие-то старты, например, может быть, финал Кубка России, или просто будете готовиться уже к ЧМ? Ну, если честно, пока не знаю. Только что закончился этот старт, и сейчас будем с тренером обсуждать, куда дальше. Давайте последний вопрос. Значит, скажи, пожалуйста, вот то количество тренировочного времени для вас достаточно, мало или много? Достаточно, абсолютно. У нас очень много льда, и можно выходить на второй, допустим, лед, там, еще покататься, повращаться. Столько, сколько нужно, в общем, все предоставлено. Больше тренироваться нет желания. В смысле нет желания, сколько нужно тренироваться. Желания есть всегда. Всего в меру. Спасибо.